В 10.30 вечера решила выехать из дома, поехать на необитаемый остров. Как я люблю ездить по ночам. Город совершенно другой. Красота невероятная. 23.51. Я уже подъехала к своему необитаемому острову и тут дорожку ремонтируют. Почти 12 часов ночи они работают. Но как правило ночью ремонтируют дороги. Так, слой, 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 слой. Что, мы куда же не въехать? Господи, как же тут проехать? Как же ж тут проехать? В смысле, куда вернуться мне? Спасибо. Have a good night. Спасибо. Сейчас под первым кустиком, под первой пальмочкой. Как лягу. Как захраплю. Как здорово. Ах, как здорово. Где мне пятница? Сейчас найду пятницу. Ой, как хорошо. Сетка ловит. Ой, как хорошо было на водичке. Вообще ничего. Ничего и никого. Пойдем. Мы же звезды увидим. Темень, 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 темень. Темень, темень. Ну нет, вообще. Какое доброе утро. Мотницы ходят эти громодные. Пеликаны плавают. Я только что проснулась. Уже почти восемь часов. Поехали. До мой остров. Опять закрыто все. Восстанавливают. Просто этот мой необитаемый остров. Вот там было бы вам. Поэтому туда людей на машинах не пускают. Что не есть хорошо. Ладно. Пойдем в другое место. Позади меня. Есть маленький пляжик. Как жалко, здесь нет стола. Так было здорово. На столик поставишь свои сковородки, кастрюльки. Приготовишь себе обед. Тут раньше была затонувшая яхта. Уже не припаркуешься так, чтобы открыть багажник. И чтобы смотреть сразу на океан. Только так можно стоять. А это уже не то. Совершенно не то. Не ты шум и ты. Сейчас я открою багажничек. Что делать? Другого выхода нет. И посмотрим, как тут идет строительство пляжа. Можно сюда вынести. Наверное, сюда сейчас вынесу все свои батареи, кастрюли, сковородки. И здесь приготовлю. Хотя хочется в машине. Тут, конечно, был такой серьезный обвал. Как закидали камнями. Собственно, все уже готово. Можно людей уже сюда пускать. Не знаю, почему нас не пускают. Вот это был мой необитаемый остров. Это была красота. Станешь вот сюда, багажник поднимешь. Солнце светит прямо в машину. А сейчас закрыли. Странно. Это не есть хорошо. Красота какая. Красота какая. Только что делала прямой эфир. Вот там знак стоит. Ну, паркинг. И ко мне подошел рейнджер и говорит, вы не могли бы убрать машину. Я придаю, они еще пять минут. Ну, я думала, просто рейнджер подошел, типа тут парковаться нельзя. Ничего подобного. Оказывается, за мной стоял трактор и вот эта вот машина. Им надо было проехать ворота. И я себе пять минут отсидела спокойно. Ну, а потом выхожу, смотрю, они стоят. А, так это я им закрыла проезд. Никто слова не сказал. Просто они сидели, покорно ждали, пока я вышла из машины, села за руль и отъехала. Где-то в другой стране меня бы уже обматюкали. Они стояли на солнце и ждали. Если бы я знала, что он меня попросил отъехать, чтобы пропустить транспорт, я бы, конечно, сразу же выскочил и отъехала. Я говорю, дай мне пять минут. Ну, и просидела минут шесть-семь. Вот так вот. Заяхала в Сэмсклаб. Так мне захотелось пиццу. Делать эту пиццу, она с грибами. С помидоркой. И с чем-то еще. Ой, какая красота. Четыре ягоды. Похоже на мороженое, во всяком случае. Не важно, что. Вкуснятина. Вкуснятина я крайне редко такое ем, но иногда просто так хочется. Это замороженный йогурт. Чудо. Короче, недолго мучилась старушка в высокобульсных проводах. Бросила курить, ночь не покурила, утро не покурила. Зашла, купила себе кофе. Старбак звонила. Литр с чем-то тут даже. Купила себе пачку сигарет. Сейчас сяду. Как пачка сигарет стоит 11 долларов на всякий случай. Как покурю. Вот и все. Вот и бросание прошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова